Спасибо за посещение сессии, какой виртуальная реальность могла бы, должна быть и будет через два года. Приветствуем, Майкл Эбреш из Valve. Вау, я рад видеть здесь столько людей воодушевленных в VR. Сегодня у меня для вас рассказик со всякими вкусностями и взглядами в мир будущего. Это все будет через минуту, но сначала я резюмирую его в 59 слов. Я уверен, что кто-то будет считать, так что я прочитаю их для проверки. Доступное по цене железо для виртуальной реальности появится, вероятно, в течение двух лет. На этот раз все по-настоящему. Мы уже строим прототипы и это чертовски круто. Наша технология должна работать для потребителей. Виртуальная реальность будет лучшей и будет лучше развиваться на ПК. Steam будет ее качественно поддерживать. Мы думаем, что, возможно, это перевернет всю индустрию развлечений. Если вы уходите сегодня сразу после этих слов, считайте, что ваше время потрачено не зря. А с теми, кто остался, мы рассмотрим будущее VR в деталях. Это правда работает? Да. Мой путь к работе с виртуальной реальностью был долгим и извилистым, и безудачной встречи с парой провидцев 20 лет назад я бы не сделал первый шаг в этом направлении. Тогда я разбирался в сетях. Я работал в Microsoft и использовал сети постоянно. Видел примеры рендеринга 3D на рабочих станциях и даже написал простенький 3D пакет для себя, так что я имел представление о 3D в реальном времени. Я прочитал тонны научной фантастики, так что я был знаком с концепцией виртуальных миров. Какой бы увлекательной идеей ни была, даже при знаниях 3D-сетей, виртуальный мир для меня все равно оставался за грани фантастики, и я не мог думать о нем серьезно. Затем я прочитал Лавину Нила Стивенсона, и это помогло собрать все воедино. Я прикинул, что хотя бы представляю, как реализовать на базе существующих технологий порядка 80% метавселенной. Я был слишком оптимистичен, и я все еще жду своей первой виртуальной битвы на мечах. Но все же Лавина помогла понять, что сетевые трехмерные виртуальные миры – это то, что грядет. Позже я встретился с Джоном Кармаком, и он два часа рассказывал о том, как собирается воплотить жизнь в виртуальные 3D-миры, запущенные на постоянных серверах, связать серверы вместе и для каждого из них построить свой мир, и как эти виртуальные миры будут срастаться, формируя киберпространство. И неожиданно я понял, что я хочу быть частью этого. Я бросился в работу с Джоном, вышел Quake, и сегодня десятки миллионов людей ежедневно погружаются в сетевое 3D. И я не стал бы частью этого всего без Нила и Джона, указавших мне путь в будущее. Я не провидец, но надеюсь, что сделаю сегодня то же самое для вас с виртуальной реальностью. Я уверен, вы знакомы с Oculus Rift TK1, и большинство из вас думает, что это сейчас не более чем любопытная фишка. Пока еще это справедливо, но этому стоит уделить внимание, потому что VR начнет оказывать большое влияние на индустрию быстрее, чем вы думаете, и Valve трудятся в поте лица, чтобы это произошло. Два года назад мы осознали, что виртуальная реальность – это многообещающий способ создать совершенно новые ощущения. Наши исследования и разработки с тех пор привели к прототипу шлема, как вот этот, и набору демо, которые все вместе создали мощное ощущение так называемого эффекта присутствия. Чуть позже я расскажу про эффект присутствия. Вкратце, это чувство пребывания в каком-то другом месте виртуальной реальности. Многие люди ощущают, как будто они были телепортированы. Эффект присутствия – это сильное ощущение, уникальное для VR, и нет никаких других способов создать его. Большинство людей относятся к нему как к чему-то волшебному, и мы думаем, что люди, разок испытав на себе эффект присутствия, дико его захотят. Аппаратное обеспечение, которое позволяет ощущать эффект присутствия, одновременно ослабляет проявление укачивания. Опыты показали, что при выборе правильного оборудования возможно обеспечить потрясающие впечатления, которые могут произойти только в VR, и от которых людей не будет тошнить. Мы верим, что при использовании той же технологии реально выпустить версию для продажи в течение двух лет. Разумный вопрос – кто реально мог бы выпустить такой класс оборудования для VR в течение двух лет? Oculus – это ведущий кандидат. Они снова сделали VR горячей темой и уже выпустили более 50 тысяч комплектов оборудования. DK1 не настолько хорош, чтобы вызвать сильное ощущение эффекта присутствия у большинства людей, но новая версия Crystal Cove представляет более высокое разрешение, низкие задержки, низкое послесвечение и отслеживание перемещений. Все это ключевые моменты присутствия. Цель Valve – внедрить качественную VR на ПК, и мы поделились своими знаниями с Oculus. Мы показали им наши прототипы и демо, объяснили, как наше оборудование работает, и предоставили им обратную связь на их разработке. Показав им прототип с низким послесвечением, мы убедили Oculus в его важности, и отсутствие размытости в Crystal Cove – это прямой результат этого. Мы сотрудничаем с Oculus, чтобы улучшить отслеживание дисплея, линзы и калибровку, и мы воодушевлены тем, что достигли. Если Oculus выполнит все хорошо, как они до сих пор делали, я думаю, они смогут создать сильный эффект присутствия на ПК в течение двух лет. Мы надеемся, что это произойдет, потому что это будет большой толчок для VR на ПК. После того, как оборудование, которое поддерживает эффект присутствия, будет выпущено, у него будет достаточно потенциала, чтобы изменить индустрию развлечений. VR не только может быстро превратиться в главную платформу, но она может изменить баланс во всей индустрии развлечений из традиционных средств в сторону компьютерных игр. Как вы видите, по причинам задержки и пропускной способности, эффект присутствия может произойти только со шлемом, подключенным к устройству, которое поддерживает интенсивный 3D-рендеринг. Так что нет шансов, что TV, фильмы, стриминг, железо с недостатком вычислительной мощности справятся с задачей. Следствием этого является то, что ПК, Linux, Windows и OSX становятся лучшим местом для VR, потому что именно в них больше всего вычислительной мощности. Мы считаем, что VR имеет огромный потенциал в роли игровой платформы, и что у него есть все шансы взлететь в ближайшее время. Так что мы работаем, чтобы открыть возможности VR для сообщества Steam. Во-первых, мы устраиваем поддержку VR в Steam, как вы поняли из рассказа Джо Людвиг. Во-вторых, мы продвигаем оборудование VR для ПК, продолжая сотрудничать с Oculus. И, наконец, мы разрабатываем прототипы программного обеспечения, чтобы узнать, как сделать ощущения от VR наилучшими. И мы поделимся тем, что выясним с вами. У нас нет текущих планов по выпуску собственного оборудования VR, но это может измениться в будущем. Прямо сейчас мы просто выясняем, что прикольно в сфере VR, и когда мы узнаем больше, мы сделаем все, что нужно, чтобы внедрить VR на ПК и в Steam. Должно быть весьма любопытно, почему мы считаем, что вам следует тщательно следить за VR, но, конечно, у вас должно быть свое мнение о ее потенциале. Лучший способ это сделать — попробовать наше демо. К сожалению, демо занимает полчаса и требует отдельной комнаты. И здесь на Dev Days только две таких комнаты, так что мы не сможем показать вам всем, что они могут. Я могу предложить вместо этого любой из них партнер, который будет находиться в Сиэте в следующие несколько месяцев и хочет попробовать демо, может послать мне письмо, и мы обсудим время и день. После того, как вы попробуете демо, я думаю, вы согласитесь, что ближайшее будущее VR гораздо ярче, чем все это себе представляют. Ключ к этому яркому будущему — эффект присутствия. Он столь важен, что вы должны понимать, что это, почему он имеет значение, и как сделать так, чтобы он появился. Перед тем, как мы начнем его обсуждать, мы должны немного подготовить почву. В Valve мы проверим много времени в исследовании факторов, которые определяют, как люди ощущают виртуальную реальность. Самое важное, что мы выяснили — это ключевой фактор, который делает это ощущение уникальным и сильным. Это убеждение системы органов чувств, протекающие на низком уровне, значительно ниже сознания, что они ощущают реальность. Так как в определении вы не осведомлены об этих системах, вам тяжело представить, что это, и почему они имеют значение. Чтобы проиллюстрировать это, я кратко опишу пример, не относящийся к VR, но наглядно демонстрирующий низкоуровневую обработку. Вот, к примеру, сцена на данном слайде содержит ряд сигналов, которые указывают на значительное расстояние до второй сферы. Освещение, перспектива, сходимость текстур и отношение между сферами и их тенями. Задача пользователя — изменить размер ближайшей сферы. Для этого надо нажимать кнопки со стрелками, пока визуальные двухмерные круги на экране, соответствующие сферам, не будут иметь одинаковый размер. И неизменно пользователи делают передний круг больше заднего. Вы можете сами это попробовать. Сейчас остановитесь на секунду и посмотрите на аллею. Какой круг по-вашему больше? Мне задний кажется явно большим. На самом деле передний круг на 20% больше. И это может не сработать для вас, так как эффект иллюзии на расстоянии пропадает. Но если у вас получилось так же, это не удивительно. Исследования с помощью функциональной МРТ показывают, что даже на раннем слое зрительной коры головного мозга, задолго до того, как сознание вступает в игру, та сфера, которая, кажется, дальше проецируется на большую область в мозге, даже если занимает ту же площадь на сетчатке. Зрительная система уже определяет размер до того, как информация попадает в сознание. Существует много похожих процессоров в нашей зрительной системе. Все это способствует восприятию мира таким образом, что вы не осознаете. Вот еще пример. Взгляните на центральную часть каждого крестика. Один серый, а второй темно-желтый, так? Теперь спрячем фон, оставив только центральные части и посмотрим, что произойдет. Еще раз. Поскольку человеку необходимо стабильное зрение в широком диапазоне условий освещения, в низкоуровневой обработке цвета существует значительный контекстный элемент. Вы этого не осознаете, так же, как и процесс обработки размера сфер в предыдущем примере. Но совместно такие сигналы от низкоуровневой обработки формируют ваше ощущение мира. Если виртуальная реальность подает такие сигналы должным образом, вы будете ощущать себя, как будто вы действительно где-то находитесь. Если нет, вы бессознательно отвергаете это место. До сих пор все это не имело непосредственного отношения к VR, так что сейчас я приведу пример ближе к делу. Это небольшой спойлер нашего демо, так что если вы не хотите услышать, заткните уши. Я чуть подожду, пока вы решите. У нас есть демо, в котором вы стоите на выступе и смотрите со значительной высоты. Каменная текстура – это планка наподобие вышки для прыжков в воду, находящаяся намного выше полуквадратной комнаты с устаревшими веб-страницами на стене. Да, Facebook выходит на биржу. Да я знаю, это выглядит не очень, но это наглядно иллюстрирует, насколько сильно VR отличается от взгляда на экран. Когда я смотрю на это на экране, даже если картинка не искажена, я ничего подобного не ощущаю. Но стоит мне встать на эту планку в VR, мои колени дрожат, как если бы я оказался на Empire State Building. Хотя я прекрасно помню, что я стою в демо-комнате с надетым на голову шлемом и разглядываю изнутри плохо текстурированную коробку, мое тело реагирует так же, как если бы я стоял на краю скалы. Более того, этот эффект не уменьшается со временем или при повторении. Поступающие сигналы весьма убедительны, чтобы мое тело считало, что это не демо-комната, а какое-то другое место в шаге от пропасти. Это чувство пребывания в каком-то месте, когда вы при этом находитесь в VR, хорошо известно как эффект присутствия, и этот эффект наиболее сильно отличает VR от 3D на экране. Присутствие отличается от погружения, которое подразумевает, что вы видите, что виртуальный VR окружает вас. Эффект присутствия означает, что вы ощущаете себя в виртуальном мире. При попытке объяснить эффект присутствия я терплю неудачу. Вы можете его понять только если испытаете на себе, но я попробую. Эффект присутствия это когда, даже если вы знаете, что вы в демо-комнате и здесь ничего реального нет, вы не можете удержаться от попытки потрогать куб. Когда вы автоматически наклоняетесь, чтобы не стукнуться головой, свисающей из потолка трубу. Когда вы чувствуете себя дискомфортно, так как над вами висит огромная балка. И когда вы снимаете шлем, вы чувствуете себя дезориентированным в реальном мире. Это больше, чем когда вы просто смотрите на какое-то интересное место. Это как щелчок переключателем, который заставляет вас верить, что вы действительно в этом интересном месте. Эффект присутствия это одно из мощнейших ощущений, которые могут случиться с вами за пределами реальности. Потому что воздействует на вас по тем же каналам, что и реальность. Для многих людей это как волшебство. Разные люди чувствуют разную степень присутствия в наших демо. То есть существует значительное различие среди населения. Реакция в целом возросла по мере улучшения наших методов. Так что с развитием VR-технологий эффект присутствия продолжит устойчиво усиливаться. Эффект присутствия трудно оценить количественно. Но наши демо показали, что это очень реальный и убедительный феномен, который захватывает нас глубоко в системе восприятия. И именно поэтому мы так впечатлены виртуальной реальностью. Мы уверены, что великолепный VR будет построен на эффекте присутствия, потому что он цепляет нас на более интуитивном уровне, чем любые другие развлечения. И может быть воспроизведен только VR. Следовательно, построение аппаратного обеспечения, который может обеспечить эффект присутствия, это ключ к успеху виртуальной реальности. Итак, что нужно, чтобы вызвать эффект присутствия? Наш опыт исследований и прототипов говорит, что все следующие аспекты должны быть на достаточно развитом уровне. Скоро я расскажу о каждом из них подробнее. Но сначала я хотел бы заметить, что эти элементы уменьшают укачивание. Причины укачивания не до конца хорошо понятны, но разумно ожидать, что многие из тех факторов, которые сказываются на эффекте присутствия, должны влиять и на укачивание. Например, недостатки отслеживания приводят к рассогласованию между тем, что видит наши глаза, и тем, что сообщает ваш вестибулярный аппарат. И такого рода конфликты считаются причинами укачивания. Давайте посмотрим на каждый элемент и увидим, на что он влияет. Широкий угол обзора требуется, чтобы ощущать погружение и чтобы обеспечивать визуальные подсказки для периферийного зрения, критичные для движения, равновесия и текущей осведомленности. Эффект присутствия начинает работать где-то от 80 градусов и значительно усиливается к 110 градусам. Разрешение – это отдельная проблема для VR, так как широкий угол обзора рассредотачивает и увеличивает пиксели. При изображении 1000 на 1000 пикселей в угле обзора в 110 градусов на дисплее VR, пиксельная плотность будет составлять примерно 1,7 телевизора с большим экраном и около 1,1 от возможностей самого глаза. На самом деле, эта плотность пикселей ниже, чем у оригинального Quake, запущенного на 320 на 200, у которого, как вы видите, очень низкая его плотность пикселей. Мы выяснили, что Full HD пиксельные матрицы в целом достаточны для эффекта присутствия, а больше – это еще лучше. 2160 были бы большими шагами вперед, но пока мы не получили панели с таким разрешением. После свечения – это продолжительность времени горения одного пикселя. Это не особо важно для TV, мониторов или мобильных устройств, но невероятно важно для VR из-за быстрого движения глаз по отношению к дисплею на голове. Это особенно верно в связи с вестибулокулярным рефлексом, который позволяет глазам оставаться стабильными во время быстрых движений головы. Чем дольше пиксели сохраняются, тем дальше пиксельные изображения размазываются по сетчатке во время движения глаза, тем более размытым мы видим место действия. Вот пример подобного смазывания, возникающего от послесвечения. Изображение слева – при неподвижной голове, справа – симуляция того, что происходит при повороте головы со скоростью 120 градусов в секунду. На 60-герцовом дисплее – это 2 градуса размития на сетчатке на каждом кадре, так что вы видите, это значительно уменьшает детали. Мы обнаружили, что послесвечения в 3 миллисекунды или меньше необходимо для эффекта присутствия в 1000 на 1000 пикселей в 110 градусном шлеме. На более высокой пиксельной плотности потребуется еще меньший уровень послесвечения. Учитывая широкий угол обзора, по мере уменьшения послесвечения должна увеличиваться частота обновлений кадров. На 60-ти герцах низкоперсистентные изображения неприятно мерцают. Чтобы решить эту проблему, мы изготовили шлем с 95-ю герцами, который успешно устраняет видимое мерцание. Более низкая частота обновлений также может быть вполне адекватной, но мы еще не тестировали. Стоит отметить, что качество VR сильно страдает, если рендеринг не успевает за частотой обновлений кадров, и будет непросто обеспечивать стабильный стереорендеринг на 95 герцах, особенно при увеличении разрешения. Наш прототип использует глобальный дисплей, где все пиксели зажигаются одновременно. Это предотвращает эффекты сжатия, растяжения и наклонок, которые могут возникнуть при использовании стандартного дисплея с линейной разверткой. Возможно, артефакты дисплея с построчной разверткой можно в значительной степени исправить, динамически постраивая размер буфера кадров, чтобы учесть движение глаз, но это еще не было доказано. Хотя вместо этого может быть использовано движение головы, но без отслеживания движений глаз всегда будут возникать ошибки, а миниатюрных монтируемых в шлеме систем отслеживания движений глаз с низкими задержками пока нет. Так что сейчас глобальный дисплей – это единственный подход, который работает. Кажется, что выбор линз и проектирование оптической части должны быть простыми задачами. Нам пришлось использовать панель сотового телефона с увеличительными стеклами, потому что сейчас пока нет разумных способов получить достаточно широкий угол обзора, используя микродисплей или волноводы. Кроме того, из-за требований к углу обзора, весу индустриальному дизайну, может использоваться только одна-две линзы на каждый глаз. Насколько трудно может сделать такую систему? Проблема в том, что невозможно создать идеальное изображение VR с помощью одной-двух линз. Существует много разных типов аберраций и искажений, так что что-то вроде такой схемы потребовалось бы, чтобы все получилось правильно. К слову, две большие линзы слева больше 30 сантиметров в диаметре, и весь набор будет весить более двух килограммов. Не очень-то практично для шлема, который надевается на голову. С ограничением в одну-две линзы исправление одной проблемы часто порождает другую, более сложную. Особенно учитывая требования к углу обзора. Это осложняется еще многими возможными фокусными расстояниями, размерами и глубиной просмотра. Так что дизайн линз становится процессом поиска лучших компромиссов в большом пространстве выборов, осложняющегося тем, что не существует механического способа оценить получившиеся визуальные качества. Единственный тест, который имеет смысл, это тестировать все линзы виртуальной реальности, но это занимает слишком много времени, субъективно и варьируется от человека к человеку. Оптическая калибровка кажется мелочью, но выяснилось, что она является критической и очень сложной задачей, потому что зрительная система человека удивительно чувствительна к малейшим ошибкам, особенно это касается движений прямых линий. Картинка, которая превосходно выглядит, когда на нее смотришь статически, может ужасно рябить, когда вы качаете головой из стороны в сторону. Это разрушает эффект присутствия. Также невозможно выяснить, что еще необходимо улучшить, пока оптическая калибровка не выполнена идеально. Вот один из примеров. Пока мы не настроили калибровку правильно, мы не замечали некоторых сбоев слежения за перемещением головы, потому что изображение было нестабильным, чем отслеживание. Как только мы сделали нормальную калибровку, ошибка отслеживания сразу бросилась в глаза. В данный момент у нас есть все необходимое для обеспечения визуального качества для эффекта присутствия. Тем не менее, этого недостаточно. Изображение должно быть представлено так, чтобы наши органы чувств поверили ему, и для этого требуется надежное отслеживание движений головы, которое сообщает про перемещение по X, Y и Z и про направление головы. Мы выяснили, что мы можем получить эффект присутствия при точности отслеживания позиции в 1 мм и направление в четверть градуса, обеспечивающиеся в пространстве 1,5 метра. Достигнуть этого гораздо сложнее, чем сказать. В настоящее время не существует доступной потребительской системы, которая приближается к этим цифрам. Вот что мы использовали в наших демо. Это работает, но это не то, чтобы было удобно для потребителей. Мы разрабатываем парочку многообещающих систем отслеживания, не требующих переклеивать обои в вашей комнате. И хотя они могут не удастся, они достаточно хороши, чтобы мы были уверены в том, что доступная система отслеживания не за горами. Виртуальное изображение должно быть в нужном месте в нужное время, что означает, что у нас должна быть низкая задержка от момента движения головы для последнего фотона, испускаемого в результате этого движения. Мы выяснили, что задержка в 20 мс вкупе с хорошей системой предсказания нормально работает. И возможно, что задержка до 25 мс также будет адекватной. Будет задержка больше, и виртуальный мир уже не кажется находящимся на своем месте. Хочу подчеркнуть, что эффект присутствия – это не свойство какого-либо одного элемента, который мы обсуждали. Это свойство, которое возникает, когда все элементы достаточно хороши. Если оптика не идеально откалибрована, то место действия будет деформироваться при повороте головы. И не важно, насколько все остальное сделано хорошо. Кроме того, никакая детальность графики не убедит зрительную систему, что виртуальное место реально, если задержка слишком высока. Из-за ограничений во времени, это был очень короткий обзор компонентов эффекта присутствия. Если вам интересно узнать больше, читайте в моем блоге Valve. Итак, как насчет аппаратных средств, которые могли бы реально появиться в потребительском секторе с учетом всех ключевых элементов эффекта присутствия? Как оказалось, все выглядит на удивление хорошо. По моему мнению, основанному на разработках Valve, прототипах и скорости прогресса, шлемы виртуальной реальности, доступные обычным людям, могут быть построены к 2015 году. Такой шлем сможет обеспечивать мощный эффект присутствия и станет превосходной попыткой массового внедрения. Со временем VR определенно может стать еще лучше. Мы уверены, что все на этом слайде можно реализовать путем всего лишь незначительной оптимизации существующих технологий. Не требуется никаких прорывов или чудес. Просто качественная инженерия. Эта спецификация основана на нашем собственном опыте. Наши прототипы шлемов обладают всеми перечисленными характеристиками и обеспечивают мощный эффект присутствия. Кроме того, они построены на незначительно модифицированных доступных компонентах. Это не означает, что построить и выпустить потребительское оборудование VR будет легко. Мы создали лишь прототип, а не продукт. Мы думаем, нашу технологию можно перенести на потребительские шлемы, но потребуется еще много работы, чтобы превратить это в коммерческий продукт. Я уверен, что эта работа будет скоро сделана, особенно когда мы показали, что это возможно. И если это случится, шлемы появятся на рынке в течение пары лет. Помимо вопросов производства, нужно решить и улучшить еще много чего. С одной стороны, эффект присутствия выиграет от улучшения каждого ключевого элемента по сравнению с нашими прототипами. Мы можем эффективно использовать и стократное увеличение количества пикселей, и более широкий угол обзора, и более низкую задержку, и все остальное. Все бы привело к улучшению впечатлений. В частности, оптика особенно далека от оптимума. Кроме того, сделать правильное позиционирование линз для каждого пользователя – это сложная задача. Как я уже заметил, мы думаем, что мы близко подобрались к отслеживанию перемещений головы, но у нас все еще нет решений, пригодного для массового производства. Отслеживание движений глаз вообще даже близко не решено. Решения на базе беспроводного соединения и отказ от проводов тоже были бы большим плюсом. А кроме перечисленного, есть еще много тем, с которыми нужно разобраться в невизуальных аспектах VR. 3D-аудио, тактильные ощущения, отслеживание движений тела и системы ввода могут весьма позитивно сказаться на эффекте присутствия. И при этом они являются еще большей проблемой, чем разработка шлемов. В частности, система ввода для виртуальной реальности и ее взаимодействие с игровым дизайном лежат в основе ощущений, но при этом они почти совсем не изучены. Мы ведем исследования в этих направлениях, но это займет много времени. Теперь о программном обеспечении. Качественное оборудование не будет иметь большого значения без программного обеспечения, способного обеспечить уникальное ощущение от VR. И оно еще должно быть написано. Также предстоит осознать правила движения по виртуальному пространству без приступов тошноты и потери эффекта присутствия. Традиционное для FPS перемещение далеко от оптимального и склонно вызывать укачивание. Так что VR может проявляться лучше при медленном движении и взаимодействии с окружающим пространством на близком расстоянии. Но тогда мы должны придумать, как создавать увлекательные игры с такими условиями. В конце концов, придется с нуля разработать весь VR-словарь геймплея. Взаимодействие между пользователями VR также будет сильно отличаться и станет более убедительным, чем на экране. Разделение виртуального пространства с другими людьми имеет огромный потенциал социального взаимодействия. Но поднимают много вопросов. Помните этот промежуток времени, когда появились деф-матч, моды и командные игры на постоянных серверах? Вот и здесь так же будет, только в гораздо большей степени. Теперь пару слов о контенте. Для примера никто не знает, какие художественные стилы работают в VR. Качественные сцены из игры выглядят отлично на экране, но могут ощущаться отвратительными декорациями в VR. А простые сцены могут показаться поразительно реальными. Карты нормалей могут выглядеть убедительно, а текстура то смотрится нормально, то нет. Так что нам придется придумать еще и визуальный словарь. Теперь очередь за вами. Революция такого масштаба приводит к созданию прорывных шедевров. Вспомните Mist, Quake, Wii Sports, Angry Birds. VR имеет потенциал стать одной из величайших платформ, и вы можете быть на переднем краю прогресса. Отличная VR требует, чтобы особые новые ощущения разрабатывали специально для нее. Эффект погружения может сделать порты игр на VR интересными, но отличная VR требует своего специфичного программного обеспечения. Почти все в области ощущений виртуальной реальности еще предстоит изобретись в тунгля. Я уверен, вы видели восторженные публикации о 20-летии игры Doom. Первая игра, которая обуздает опыт VR, будет с такой же любовью вспоминаться через многие-многие годы. Первая великая VR-игра по нескольким причинам, скорее всего, появится именно на ПК. Во-первых, оборудование VR развивается быстрее именно на ПК, как вы можете видеть с рифт. В то время как консоли, даже если они поддерживают VR, замирают в развитии на годы. Во-вторых, все будет больше и больше разработчиков оборудования и программного обеспечения, которые придумывают, как сделать удивительную VR на ПК и только потом на консолях, так как на ПК дешевле экспериментировать. В-третьих, VR сможет задействовать столько вычислительной мощности, сколько получит. Напомним, мы говорим о стереорендеринге на 95 Гц и выше. В этом отношении современные топовые ПК уже намного более производительны, чем консоли, и разрыв будет со временем только увеличиваться. Разобравшись, как создать эффект присутствия для потребителей VR и добавляя поддержку VR в Steam, Valve помогает развитию VR на ПК и в Steam, так что мы все сможем создать новые игровые ощущения. Это означает, что в обозримом будущем именно ПК и Steam будут сердцем VR. Ключевые выводы сегодняшнего дня просты, но имеют мощные последствия. Хорошая VR-система с доступной потребителям ценой в 2015 году более чем возможна. Это бомба замедленного действия, и она взорвется, если не в 2015, то очень скоро после. Виртуальная реальность на ПК в следующие несколько лет может быть настолько же потрясающей, как и все остальное, что до этого случалось в играх. Мы делимся тем, что мы изучили с вами, и мы продолжим это делать. Существует еще много неизученного и неисследованного в VR, и мы, конечно, не сможем сделать все сами, поэтому я надеюсь, что вы тоже погрузитесь в VR и установите с нами двустороннюю связь. У нас есть еще много тем для обсуждения, и я надеюсь на продолжение беседы в моем блоге. Спасибо!